Расширенное заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека прошло под председательством Сергея Морозова. Еще до начала мероприятия члены Совета были готовы делиться результатами почти полугодовой работы. Буквально недавно я была на правозащитной конференции и на пленарном заседании, на котором присутствовали представители 23 регионов, коллеги с удивлением узнали о том, что у нас при губернаторе функционирует, работает плодотворно Совет по развитию гражданского общества и правам человека. То есть в других регионах этого Совета нет. Ульяновское ноу-хау – не искусственная надстройка общественных институтов. Различные НКО, ТОСы и прочие общественные организации нуждаются в неком объединяющем органе, где можно было бы разрабатывать стратегические направления общественного развития. Именно для этого служит Совет, куда входят представители практически всех значимых общественных движений. Главная цель работы – научить жителей региона быть ответственными гражданами. Соответственно, жители должны вырасти, жители должны сами думать, что им нужно. Вот развитие движения ТОС. Заметьте, буквально совсем недавно ТОСов на территории Ульяновской области были всего лишь три. Я имею в виду, что за территорию города Ульяновска сейчас уже более 240. Гражданское общество развивается, движется. Буквально недавно мы совсем были на нескольких форумах. Ульяновская область ставит пример. Действительно, есть чему учиться. Но и нам есть чему еще тоже учиться. Рейтинг нашей области по развитию гражданского общества неуклонно растет. Всего за год регион поднялся на четыре пункта. Наши НКО отличаются на фоне других регионов тем, что они достаточно дружные. Они друг друга знают. Они очень часто организуют какие-то партнерские проекты. И объединяют ресурсы для того, чтобы справиться с какой-то проблемой. И в рейтинге субъектов Российской Федерации по поддержке НКО и социального бизнеса наш регион занимает почетное 11 место. Напомним, что в Российской Федерации 85 равноправных субъектов. И стать одиннадцатыми из 85 задача непростая. Секрет успеха заключается в том, что власть умеет договариваться с некоммерческим сектором и существенно помогает ему. Летом мы успели поработать с людьми повышенного риска инфицирования ВИЧ. То есть это наш совместный проект, о котором я сегодня буду рассказывать. Совместный проект областного центра профилактики и борьбы со СПИД и также нашей организации. Конечно, этот проект не единственный, реализованный за год. Еще четыре года назад НКО привлекали в регион не более пяти миллионов федеральных средств. Но теперь 50 миллионов. Соответственно, и помощь людям возросла в десятки раз. Деятельность совета, созданного губернатором, способна не только упорядочить деятельность каждого отдельного НКО, но и помочь найти страждущего. Для этого члены совета регулярно ездят в самые отдаленные уголки Ульяновской области, где проводят встречи с людьми и обсуждают их проблемы. Комиссия, на самом деле, та, которая выходит в народ, которая разговаривает с людьми, которые выезжают в Ульяновскую область и выявляют какие-то проблемы, и пытаются решить эти проблемы. Выносит их, наверное, на общественное мнение, что ли. Я думаю, что обязательно нужен СПЧ в Ульяновской области. Но даже маленько похож на совет по правам человека при президенте Российской Федерации. У нас действительно хотим по-настоящему иметь не только счастливую, но и экономически, и духовно, и юридически очень комфортную территорию в масштабах Российской Федерации. И эту территорию называют Синбирской губернией Владимир-Ульяновской области. Недавно прошло заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России, которое с интересом смотрели члены регионального совета. Собравшиеся отметили, что сегодня существует ряд типовых проблем и их решений, на которых должна основываться работа региональных общественных деятелей. Павел Половов, Юрий Ломатов. Новость Улл. Правда. ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин